В эфире новости РТК Забайкале. В студии Вера Асадулина. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Вышел из окна. Семиклассник находится в тяжелом состоянии в больнице. Наши корреспонденты пытались разобраться в причинах произошедшего. Чистый воздух. В частном секторе Читы продолжается осмотр домовладений на предметах подключения к газу. Пирожки с любовью. Пенсионерка из Читы угощает бойцов СВО, проходящих лечение домашней выпечкой. А теперь подробнее найти другие темы. Накануне семиклассник выпрыгнул из окна второго этажа школы номер 32 в Чите. Его тут же госпитализировали с различными травмами. Следственные комитеты полиции выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Вместе с ними расследование проводит комитет образования и администрация школы. Сегодня наша съемочная группа отправилась в образовательное учреждение. Почему мальчик пошел на такой поступок и как он чувствует себя сейчас смотрите в сюжете моих коллег. Четыре часа дня. Обычный урок литературы в седьмом классе в школе номер 32. Один из учеников за пять минут до конца урока вскочил на парту и выпрыгнул из окна второго этажа на асфальт. За пять минут до окончания урока мальчик очень сильно покраснел, начал задыхаться. Учитель решил, что ему плохо. Буквально в несколько секунд он вскочил на парту, с парты перескочил на подоконник и очень резко рванул ручку окна и вышел в окно. Учитель ринулась к нему, но не успела его задержать. Это произошло совершенно мгновенно. Ребята тоже на это отреагировали, говорили, ты куда? Да, обращались к нему по имени, говорили, ты куда? Кстати, он ответил, сейчас, подождите. И вот это все несколько секунд и произошло. К счастью, ребенок остался жив, но получил различные травмы. Такого поступка от мальчика никто не ожидал. Директор школы хорошо знает его и характеризует с положительной стороны, но с одним недостатком, присущим нынешнему молодому поколению. Мальчик очень активный, общительный. Конфликтов с одноклассниками и с другими ребятами в школе у него нет. У него полная интересная семья, которая всегда на связи со школой. Классный руководитель характеризует мальчика как вполне адекватным ребенком. Единственный момент, который присутствует у этого ребенка, это очень большая зависимость от телефона. Он очень много пользуется телефоном, он играет во всевозможные игры. Про это знает классный руководитель, про это знают родители. Пытаемся с этим работать. Может быть, это спровоцировало, может быть, какая-то игра. Может быть, действительно были какие-то в этот момент физические недомогания у ребенка, которые он не смог озвучить. Другие ученики школы тоже не понимают, почему их товарищ пошел на такой отчаянный шаг, а некоторые и вовсе видели все собственными глазами. У него такой голос, как будто он такой дружелюбный, спокойный, мирный такой. Мы с подругой просто гуляли, и вот так проходили, и там они его просто носили. У него была кровь, и он был без сознания, у него были сломаны ноги в боте. Расстояние от окна до земли около пяти метров. Для ребенка седьмого класса это очень высоко, и легким ушибом он бы точно не смог отделаться. На асфальте пятна крови. А сейчас он в детской больнице, где за его здоровьем следят медики. Состояние его при поступлении тяжелое за счет комбинированных травм. Это стрясение головного мозга, закрытая травма живота. В принципе, и травма лицевого, костей лицевого черепа. В настоящее время состояние ребенка тяжелое, с положительной динамикой. Ребенок в сознании планируется в ближайшее время перевод в отделение. Сейчас жизни ребенка ничего не угрожает. Однако и легко он не отделался. Впереди, по словам врачей, его ждет долгая реабилитация. Первое, что сказал мальчик после падения, что с ним все нормально, рассказала нам директор школы. Однако нормальным этот поступок не выглядит, и расследованием уже занимаются сотрудники следственного комитета, администрация школы и комитет образования ЧИТЫ. Педагоги же предполагают, что инцидент мог случиться из-за телефонных игр, в которых мальчик проводил много времени. Игры – это быстрое получение удовольствия. В организм выбрасывается большое количество гормона радости, дофамина. Благодаря этому ребенок получает быстрое… Ну вот, нет ничего слаще, чем компьютерная игра. И заставляет чувствовать себя хорошо, тем самым провоцирует дальнейшую зависимость. А когда игра становится только единственным способом взаимодействия с получением удовольствия, ему становится трудно. И поведение такого ребенка провоцирует конфликтные ситуации, агрессивное состояние и трудности адаптации в социуме. Точная причина инцидента будет известна позже, как только закончится расследование. Александр Крылов, Григорий Анипер, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье». Подготовка к долгожданной газификации продолжается в Чите. Сотрудники Восточно-Арктической нефтегазовой корпорации продолжают обход домов в частном секторе Забайкальской столицы, чтобы подключить четинцев к газу, оставив печное отопление в прошлом. За плечами уже поселок Гресс, а сегодня работа по оповещению граждан ведется в микрорайоне Девичья Сопка и на улице Рахова. О том, насколько охотно четинцы соглашаются на газификацию, смотрите далее. Елена Моисеева переехала со своей семьей в частный дом в микрорайоне Девичья Сопка два года назад. Долгожданное новоселье омрачило лишь одно – печное отопление. С этим углем это просто… у меня муж работает вахтами, командировкой, но его длительное время дома нет. У нас трое детей, младшему ребенку у меня только 4 месяца. Когда муж уезжает, это остается все на мне, то есть мне это вот таскать. Пепел этот вечно залует, удевать абсолютно некуда. Ничего в этом плане не предусмотрено. Мы хотели сами поставить свой газовый котел и узнали вот про эту программу, вот ждали, не думали, что у нас как-то в первую очередь. Ну и вот, собственно говоря, и ждем. Даже несмотря на это, установка оборудования в ее доме требует перепланировки котельной. Она готова и на этот шаг. Энтузиазма у Елены не убавил даже недавний случай взрыва бытового газа в Антипихе. Страшно, но вот особенно вот когда вот взорвался я недавно там. Но мне кажется, если должный уход и все прочее, там же, наверное, нас не бросят, не поставят и все, и забудут. Это же будет все обслуживаться. Я думаю, в этом проблем не будет. Но как бы так особого такого страха нету. Просто вот это вот все за два года превысило вообще все страхи и все прочее. Да и сами газификаторы говорят, что о безопасности позаботились на все 100%. Их система прошла годы эксплуатации в других регионах России. В плане безопасности, да, то есть система безопасна. На территории, куда будет подведен газовый котел, будет размещаться минимум три крана газового фильтра, два клапана и газоанализатор. То есть система безопасности очень хорошая. Под газификацию попадут и строящиеся дома, где уже можно будет провести перепланировку и поставить оборудование. Газ, конечно, ждешь, потому что, я говорю, по всей стране, по всей России уже все везде газифицировано давно. Я говорю, трубопроводы проложены уже под океанами, уже не знаю вообще, уже по всему миру. А за Байкале, я говорю, лес весь попродали, все повыпилили. Лес дорогой, дрова дорогие, уголь дорогой, на угле живем. А газа нету, конечно. Ну, большой подспорь, я считаю, что это гораздо выгоднее, чище, удобнее. По словам сотрудников нефтегазовой корпорации, большинство читинцев охотно соглашаются на газификацию, без лишних раздумий. Однако, как и везде, есть исключения. Некоторые люди, особенно старой закалки, чувствуют подвох. Да, по идее, это вроде бы должно быть хотеться. Ну, в смысле, что это будет лучше. А будет, вопрос. Но если все-таки будет, хорошо будет? Ну, не знаю. Как будет? Мы же русские люди, знаем, что от того, как сказали, как сделали. Ну, какие дела. Газификаторы учитывают их мнение и дают время подумать. Все-таки шаг серьезный. А некоторые люди еще до конца не верят в происходящее. Да, единичные случаи, люди под сомнением, потому что это что-то новенькое, для нас неизвестное. Все-таки газ. Так все за, все хотят. Это удобно, практично. Все ждут. Работы по установке оборудования начнутся уже в апреле, а параллельно с ними продолжится обход граждан. Пока точно неизвестно, в каком районе города появятся первые газовые котлы. Но точно понятно одно. Газификация планомерно занимает свои позиции на территории Читы. Ира Садулина, Григорий Анипер, Сергей Миртов, РТК Забайкалье. В России продолжает действовать закон о кредитных каникулах для добровольцев, мобилизованных и контрактников. К каникулу продлятся весь период участия в боевых действиях и еще 30 дней после их завершения. Когда можно получить финансовую отсрочку и кто может это сделать? Смотрите в сюжете моих коллег. Кредитные каникулы позволяют заемщику, участнику СВО или членам его семьи временно приостановить платежи по кредиту или займу. При этом по закону кредитор не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям. Военнослужащие могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, которые были взяты до мобилизации или начала СВО. Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. У меня сейчас муж находится на СВО и нужно знать о кредитных каникулах, условиях вашего банка. Кредитные каникулы и условия у них в принципе во всех банках одинаковые. Нужно предоставить документ, подтверждающий, что супруг действительно находится на СВО. Это либо копия военного билета заверенная, где прописано, в какой части он прикреплен, либо справка о том, что он действительно находится на СВО со сроками. Соответственно, приходите, приносите эти документы, пишите заявление. Если у вас нет доверенности, то пишите просто от своего имени. Если есть нотариальная доверенность, то, соответственно, от имени супруга. Мы отправляем на рассмотрение. Максимально на срок до полугода могут кредитные каникулы подключить. Но если заемщик не смог предоставить документы в момент обращения, банк или микрофинансовая организация могут самостоятельно запросить их в Федеральной налоговой службе, которая получает нужные данные от Министерства обороны. Для данных категорий заемщиков есть очень интересное отличие. Дело в том, что кредитные каникулы для этих заемщиков не ограничены чем-либо. То есть сумма кредитов может быть абсолютно любая, и количество этих кредитов тоже может быть любое. Два, три, пять, неважно. Кроме того, срок, на который дается кредитные каникулы, они достаточно интересно вычисляются. То есть это срок службы по контракту, либо это срок службы по мобилизации, вот в течение всей мобилизации, либо это то время, когда соответствующий заемщик находился в зоне специальной военной операции. И ко всем этим срокам обязательно добавляется плюс 30 дней. Помимо этого, кредитные каникулы могут быть продлены на время, пока заемщик лечится от ранений в госпитале, а также если военнослужащий признан безвестно отсутствующим. За кредитными каникулами можно обратиться в любой день действия кредитного договора и до 31 декабря 2023 года. Можно обратиться к тому кредитору, который предоставил вам соответствующий заем или соответствующий кредит. Как это можно сделать? В любом кредитном договоре определен способ связи с кредитором. Это может быть как обычная почта, очень часто это электронная почта, которая прописывается для связи, а также можно сделать по телефонному звонку. Если военнослужащий получит инвалидность первой степени или ранение, несовместимое с жизнью, весь долг спишется. Также это касается кредитов и займов всех членов его семьи. Новая норма может быть применена в ситуациях, возникших после 24 февраля 2022 года. Вера Садулина, Григорий Анипер, Антон Носов, РТК «За Байкалье». Помочь участникам СВО можно по-разному. Кто-то закупает и передает дроны, кто-то делает окопные свечи, кто-то собирает гуманитарный груз. Пенсионерка Валентина Тюкавкина печет пирожки. Казалось бы, дело не хитрое, но начинка особенная – любовь. Всегда народ и армия едины. Я патриот своей Родины. С такими словами, бывшая учительница Валентина Тюкавкина встает в 8 часов утра и заводит тесто. А как по-другому, если знает, что вкусные домашние пирожки с нетерпением ждут участники СВО, находящиеся на лечении в Забайкалье. И дело здесь совсем не в том, что бойцы недоедают. Снабжение достойное. А в том, что пекут их с особой любовью. И каждый такой пирожок или тарочка, а именно так ласково называют сахарные булочки, сама Валентина Арсеньевна напоминает военным о доме. И вот и сегодня на подходе очередная партия. Пирожки, по-моему, их больше любят, потому что все-таки там и начинка. А булочки они на любителя. Я сахарное пеку, с повидлом. У меня вот три начинки сегодня. Рис, сайра, яйца, лук, капусточка, картофель. Валентина Арсеньевна всегда радовала стряпней своих внуков. Но в сентябре прошлого года решено было расширить производство. По просьбе дочери, которая активно занимается волонтерской деятельностью, пенсионерка испекла для мобилизованных первую партию в 50 пирожков. Я сразу же тоже вот так же вся волновалась, напекла, сложила все. Заехала девушка, все забрала, увезла. Они там были в Антипехе, встречали там ребят проезжающих. Так и началось. Теперь производственный процесс на кухне идет почти каждый день. Только вот противней не хватает. Да ноги устают, признается пожилая женщина. Но энергии в 76 лет еще хватает. Не жалуется она и на другие ресурсы. Мне тут доставят что-то. Вот муки привезли девчонки. Там сбросились, видимо, и я теперь вооружена. Ну, конечно, тут и яйца нужны, и масло, и прочее. Я не считаю это для меня. Ну, где-то дочь поможет, ну, где-то и с моей пенсией. Нормально. Общему делу помогают все. И в этом нет ничего необычного, считает Валентина Арсеньевна. Для нее важно не остаться в стороне. Для нее важно поделиться своим теплом. И уже сегодня ее горячий привет прямо из печи отправится к бойцам. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалии. Это еще не все новости на сегодня. Смотрите далее в нашем выпуске. Реконструкция после реконструкции. В каком состоянии находится сегодня обновленная улица Горького? Мужчина без лица мечтает создать семью и подарить своему ребенку счастливое детство, которого у него самого никогда не было. Из котят в Манулы юниоры хоккейного клуба впервые в истории победили в первенстве Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Пап, зачем ты каждый год идешь сжечь сухую траву? Кто сказал, что так надо? А если сгорит лес и наш дом? Ты не успеешь меня спасти. Остановись. Не поджигай сухую траву. Вы смотрите новости РТК Забайкалии. Продолжаем наш выпуск. Компания Аэросервис возобновляет полетную программу по семи социально значимым направлениям в регионе. Забайкальцы уже могут приобрести билеты и улететь в труднодоступные населенные пункты края. С 3 апреля возобновятся перелеты в Газимурский завод, Красночекой, Краснокаменск и Кыру. Запускаются авиамаршруты Чита, Усугли, Тунгакочин, Юмурчен, Чита, Тунгакочин, Усть-Каринга, Чита, Красночекой, Минза и обратно. Тарифы на авиаперелеты останутся на прежнем уровне, поскольку билеты, субсидированные часть их стоимости, оплатит бюджет региона. На эти цели в этом году предусмотрено 75 миллионов рублей, сообщает региональный Минстрой. Рейсы в основном будут выполняться воздушными судами ТСВ и Ан-2. В Краснокаменск-Газимурский завод и Красночекой летать будут самолеты Л-410. К другим новостям. Мы неоднократно рассказывали о проблемах реконструкции улицы Горького, в том числе и об отсутствии сквозного прохода аллеи в районе улицы Смоленская. После нашего сюжета и общественного резонанса установку пешеходного перехода все же начали. На месте работ были и мои коллеги. Буквально пару дней назад здесь был глухой забор. И для того, чтобы перейти с одного конца улицы Смоленской на другой, приходилось трижды переходить дорогу. Сейчас же здесь после нашего сюжета проводятся работы. Вы рады тому, что здесь наконец-таки появился сквозной проход и не нужно улицу несколько раз переходить? Безусловно. Естественно, хорошо. А то приходилось обходить вот так, переходить дорогу. Так сколько раз получается? Если оттуда один, два, три раза. Вполне приучаем ребенка выполнять правила дорожного движения, переходить по переходам. Если здесь будет переход и дорожка пешеходная, то это будет удобно. А если не будет, то и детей на тренировку отпускать страшно. До этого момента мы не раз обращались и в администрацию города, и в МКУ городские дороги с вопросом, почему же не был установлен пешеходный переход в привычном для людей месте. Вся проблема была в том, что по проекту безопасных и качественных дорог, который стал основой капитального ремонта, в этом месте не был предусмотрен пешеходный переход. Сейчас ситуация изменилась. Вот мы на комиссии, да, мы совместно выходили на этот участок с управлением ГИБДД и думали, что можно сделать, чтобы удовлетворить привычкам, потребностям нашего населения. Ну и вот по итогам которого мы в настоящее время уже начали работы. Как я выше говорил, здесь будет пешеходный переход, совмещенный с искусственной дорожной неровностью. Кроме этого мы сместили пешеходный переход ближе немного к улице Бабушкина, чтобы машина, поворачивающая с правым поворотом, не было наезда на пешеходах. На вопрос, почему зебру не предусмотрели до основного ремонта, нам так и не ответили. Но факт того, что часть средств ушла впустую, имеет место быть. Ведь все дополнительные работы отдельно оплачиваются. В рамках текущего содержания уличной дорожной сети. С работой проводится, а потом уже ДМРС нам предоставляет актовую пользу их работы. Средства, конечно, могли бы потратить на улучшение других, более проблемных участков дорог города, если бы все было предусмотрено вовремя. Тем не менее, проблема, наконец, разрешилась, что не может не радовать. Работа по установке пешехода будут завершены в ближайшее время, но как скоро зависит от капризов погоды. Вера Садулина, Данил Ботвинский, Антон Носов, РТК Забайкалье. И еще о дорожных проблемах. В последние годы ремонт дорог стал болезненной темой для нашего города. Просроченные даты сдачи, несогласованность между ТГК-14 и дорожниками, деньги, потраченные впустую, давно никого не удивляют. Дороги касаются не только автомобилистов, но и пешеходов. Не успели они отстоять сквозной проход через аллею Горького, как всплыла другая проблема – отсутствие пешеходных дорожек там, где недавно проходил ремонт. Начало улицы Кирова ремонтировали в прошлом году, но вот итог вышел не таким, каким его ждали пешеходы. Тротуар по правой стороне сделан выборочно и не на одном уровне. То здесь, то там образовались ложбины, в которые во время осадков собираются сточные воды. Еще хуже обстановка на левой стороне. Тротуара там нет совсем. Почему здесь тротуар не добавили, непонятно. Почему тротуар не находится с левой стороны от улицы Кирова, вообще непонятно. С левой стороны находится новый жилой микрорайон. По реконструкции запланированный городом пешеходный переход, но тротуара к этому пешеходному переходу не предусмотрен. Почему? Люди не падают, как снег на голову с неба. Они идут по земле. Чтобы дойти до тротуара, нужно пройти по земле. Иногда люди вынуждены идти прямо по дороге, поскольку это в какой-то степени безопаснее. Есть риск столкнуться с автомобилем, но зато не сломаешь себе ногу. А где вот тут ходить? Вот и выбираем, где. Не так скользко и вот идем. А то и туда выходим, если скользко, на дорогу. По дороге идем. Вообще неудобно. А где же мне? Летать, что ли? Если танковую дорогу вместо тротуара хоть как-то можно оправдать, то пешеходный переход – натуральное издевательство. Вместо плавного съезда – обрыв высотой в полметра. Тяжело было подниматься по той лестнице на пешеходный переход? Ну да. Тяжело с коляской. И как часто приходится вам это делать? Каждый день. Общественница Светлана Середкина собрала подписи жильцов и вместе с ней мы отправились в офис МКУ «Городские дороги», чтобы разобраться, почему ремонт не был выполнен в полном объеме. Мы собрали подписи для того, чтобы нам построили тротуары. Невозможно выйти из дома. Там буквально по щиколотку стоит каша. Каша из снега, воды и песка. Нашу съемочную группу не пустили в здание, где находятся МКУ «Городские дороги», поэтому пришлось работать на телефон. Мы уже на протяжении целой недели звоним руководителю МКУ «Городские дороги», чтобы выяснить ситуацию по поводу тротуара на улице Кирова. Но с нами контакт не идет. Интересно, есть ли он сейчас на рабочем месте? Давайте мы это с вами проверим. Исполняющего обязанности руководителя МКУ «Городские дороги» нам все-таки посчастливилось застать перед его отъездом. Все, которые жители, возмущены. А мы пойдем собирать. И будут это тысячи подписи. Да, выходит две тысячи. Значит, мы действуем в рамках ремонта. Я вам еще раз объясняю. В рамках ремонта строительство не предполагается чего-то нового. Ремонтируется то, что есть. Хорошо. Вы даже то, что есть, не отремонтировали? Ну, это вы не правы. А пойдем, поедемте, я покажу. Поедемте, я вам покажу. Вы не отремонтировали тротуар, например, он был всегда. Корень проблемы в том, что МКУ «Городские дороги» лишь выполняет сами работы, а проект разрабатывают сторонние организации. В данном случае компания из Воронежа. Заказчик – комитет городского хозяйства Читы. Именно он указывает необходимые требования. В проекте на ремонт улицы Кирова тротуарные дорожки учтены не были. Гулял Хасова, Данил Ботвинский, Никита Дроздов. РТК «За Байкали». С самого детства обычного борзинского мальчика запирал в подполье родной отец. Избивал его однажды и вовсе. Вылил ему на лицо горячую резину и оставил умирать в лесу. Это реальная история Виталия Наумова, подопечного психоневрологического дома-интерната в поселке Зыково. История жизни Виталия Наумова не оставляет равнодушным никого. Будучи мальчишкой, ему приходилось терпеть избиения и унижения со стороны отца. И всяческие насмешки сверстников. Но со временем боль и обиды притупились, оставив за собой только неприятный осадок и постоянные ночные кошмары. Отец, мать бил, меня тоже самое. Бабушку тоже сам бил. Всех бил нафига. Сейчас я не знаю, где и как его, что. С раннего возраста мальчик проводил долгие недели в подполье, не видя света и перебиваясь сырой картошкой. Но самое страшное ожидало Виталия впереди. Ведь шрамы на его лице – тоже результат издевательств родного отца. Об этом даже спустя много лет мужчина вспоминает неохотно. Это отец меня резины в 12 лет. В 6 лет в подполье сидел. В 2 годика на помойку выкинул. В тот страшный день отец Виталия отнес из увеченного ребенка в лес и оставил там умирать. Но случилось чудо. Его нашли люди и помогли добраться до больницы. Этот день до сих пор снится ему чаще остальных. Ну, потом у нас сестра в интернат отправилась. Вчера же Леха до власть, мы на интернате. Но теперь и тут. С сестрой они созваниваются редко. Да и за 13 лет, проведенных в интернате, поменялось многое. Например, именно здесь он впервые влюбился. У Елены проблемы со слухом и разговаривать ей очень тяжело. Но влюбленные понимают друг друга с полуслова. Девушка любит Виталия, несмотря на все его ожоги, и всячески это показывает. Она ездит с ним на все соревнования по армрестлингу. Здесь также, видите, работаю. И в спортзале занимаюсь. Ну, порой сюда и хожу. Когда день рождения и тому подобное. И помогаю ей спортом тоже самое. Любитель. Именно тут Виталий смог избавиться от комплексов и принять свою необычную внешность. Теперь мужчина мечтает только об одном. Создать семью и дать своему ребенку любовь, которую он не видел в детстве. Екатерина Бакшеева, Анатолий Тюльнев, РТК Забайкалья. Хоккейный клуб «Манул» впервые в истории юниорского хоккея Забайкальского края. Стал победителем первенства сибирского и для невосточного федеральных округов по хоккею среди юниоров группы «Б». Мои коллеги поговорили с чемпионами и узнали секрет их победы. Прежде чем выйти на ледовую арену, рыцари, клюшки и шайбы облачаются в самые настоящие доспехи, сделанные из противоударного пластика и жгутов. Все это ради сохранения костей и зубов. Хоккей-игра травмоопасная. Иногда приходится влетать прямо в противника, чтобы остановить его атаку. Бесспорно, больно. Но когда на кону победа целой команды и честь края, это уже не важно. Именно так и произошло на одном из последних матчей между нашим «Манулом» и «Ангарским Ермаком». Получилось так, что соперник побежал 2-0, осталось немного времени. Я бежал из последних сил, потому что понимал, если сейчас не забьют, то все, шансов отыграться не будет. Да, бежал, заблокировал бросок, влетел в борт, но как бы не сильно страшно было. Главное, что сравняли, впоследствии победили. Травма оказалась несерьезной, и это самое главное. В хоккее важны не только смелость и самоотверженность, но и умение работать в команде. Лидеров здесь нет. Даже капитан прислушивается к совету своих напарников. Как бы понятно, что я капитан, пацаны меня прислушиваются, но то, что такого не подчиненный нет. Я могу также по просьбе кого-то выполнить какую-то задачу. Команда у нас сплоченная, дружная, и такой, так скажем, дедовщины у нас нет. Пацаны могут мне подсказать, в чем я не прав, мог быть, где-то наоборот лучше сделать иначе и так далее. Сегодня хоккеисты с трудом вспоминают свой первый выход на лед, ведь многие из них занимаются этим спортом совсем с юного возраста. Зато в памяти навсегда остались те, кто поддерживал в самом начале, когда в свои пять лет они неуклюже стояли на коньках и только учились держать клюшку. Ваня, вот, тебе кто в хоккей привел? Родители. Ну, я думаю, что это был дедушка, в самом деле, кто меня привел в хоккей. И потом уже мне самое понравилось, что он начал ходить в хоккей. Ну, получается, это вот, я давно, когда был маленький, занимался спортивной гимнастикой, и вот в один день мне дали выбор. То есть, хочешь ты стоять на хоккей? Я говорю, да, хочу попробовать. И вот с этого момента я продолжаю играть уже 10 лет. Чтобы воспитать из забавного котенка, катающегося от бортика к бортику, настоящего юркого манула, готового склестнуться с противником, нужны годы и труд. Труд не только самого спортсмена, но и тренера. Хотя, как он сам признается, без энергии болельщиков успеха не добиться. Безусловно, то, что нам очень сильно помогло, это болельщики. На матчи команды, на домашние матчи команды приходит очень много людей, все поддерживают. Это действительно наш шестой полевой игрок. И просто им от всей команды огромная благодарность. Вот это, наверное, самый важный фактор. Совсем скоро эти мальчики станут настоящей взрослой хоккейной командой. Поэтому, чтобы манул не опускал лапки, за него нужно болеть. Ведь если за их спиной будут болельщики, то и подвести их уже будет нельзя. Иван Иванов, Данил Батвинский, Никита Дроздов, РТК Забайкалье. Или необычном видео можно в специальном закрепленном сообщении в шапке профиля. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok